Да, это не иронично. Да, это видео, где происходит проверка гадалок, колдунов и прочих. Прямо как проверка салонов, но только гадалок. Здравствуйте, дорогие друзья. Начиная с сегодняшнего дня, на этом канале будут выходить видео не только посвященные тому, что мы ходим, проверяем маникюрчик и макияжик, но также видео, где мы будем ходить к гадалкам и астрологам. Только лишь ради того, чтобы проверить, существуют ли гадалки и колдуна на самом деле. И сегодня мы вместе с Лианой пойдем к гадалке. Мы нашли ее в инстаграме, у нее было очень много положительных отзывов. И мы выдумывали две абсолютно разные личности. Когда я придумывала этого персонажа, я хотела, чтобы зритель, глядя на него, сразу получала некоторые стойкие ассоциации. Трудоголик, странная, усталая. То есть все то, что обычно не подходит под описание классической женственной феминной девушки. Макияжем я хотела передать ее вайп. Отсюда впалые скулы, низкие, усталые брови. Много четких линий, чтобы гадалка сразу сакцентировалась на этом. По стилю одежды также строго и сдержанно. Это классика. Но чтобы не уходить в бизнес-вума, терновый венок, серьги. Так как она все-таки фотограф, но не топ-менеджер. Создавая персонажа Лианы, мы отталкивались от того, что это должна быть феминная девушка, у которой есть неразрешенные проблемы в ее жизни. Она любит краситься, она очень яркая, она добрая, она светлая. Но так же, как и персонаж Евгения, она испытывает некоторые проблемы в личной жизни. У нее нет нормальных взаимоотношений. Ее отношения в прошлом это абьюз. И мы хотим через ее внешний облик сразу дать понять потенциальной гадалке то, что из себя представляет Лиана. То есть Мария. Знак зодиака Марии Овен. Возраст также 24-25 лет. Я не знаю, зачем мы это придумали, но так, наверное, весело. Мы ехали со съемки другого видео и раздался звонок. Когда я записывала нас двоих, я сказала, типа, что мы хотим с подругой вместе. Она говорит, нет, вместе нельзя, вы будете по очереди. Я говорю, ну для вас это важно, мы хотели быть вместе. Она говорит, а секреты? У вас есть друг от друга секреты наверняка. Я не могу смотреть на себя с этим макияжем, это какая-то жесть. Я говорю, нет, у вас нет друг от друга секретов вообще никаких. Она говорит, хорошо, а вы как пара? Я говорю, нет. Она говорит, точно? Я говорю, нет, точно вы не как пара. Это было очень неловко, потому что гадалка выглядит как, ну, такая... Да, с такими губами, с длинными волосами. Мне не ладать плетки. Надеюсь, что она не проклинает меня, пожалуйста. Ставка для колдунов и колдунок, которые захотят навлечь порчу. Возможно, вы спросите меня, боюсь ли я того, что на меня могут наслать черную порчу, приворот или еще что-то похуже. И я отвечу вам. Нет. Ведь я сама, черная магическая гадалка, жрица в седьмом поколении. За моей спиной стоит сам Пайман, величественный дьявол. Можно ли навести порчу на человека, у которого нет души? Нет. Могу ли я навести порчу на того, кто хочет навести на меня порчу? Да. Не наводите на меня порчу, я смогу ее рассеять. Этот дебаф на мне не работает. Я самолог. Ты с ней просто еще по телефону не разговаривала, сейчас она хочет нам позвонить за чем-то. О, давай позвоним ей. Знаете что, я привела ей оплату. Звони, звони, пока мы едем. Я привела ей оплату за два сразу, ну, за нас двоих. Сколько у нас получилось с базовой консультации? За каждую. За каждую две. А. Всего четыре. Я очень надеюсь, что... Это предоплата или фул оплата? Фул. А, ладно. Алло, да-да-да. Да, здравствуйте. Марина, где-то? Мария, Мария. Все верно, да. Мария, Маричка, я могу вас сегодня принять? У меня есть свободные места, если хотите. Давайте я вас запишу на сегодня. Сегодня, к сожалению, не получится. Почему? Я сейчас работаю. Занята. Просто у меня есть свободные места, я могу вас сегодня записать спокойно вообще. Я понимаю, просто я сегодня, к сожалению, не могу. Если бы мы были свободны, то, конечно, приехали бы. Я вас поняла. Ну, завтра тогда мы с вами встретимся. Да. Так, подожди, у меня только один квэшн. Почему я себе догадала, кто-то не подгадал? То есть ты уже не занята? Когда Лиса буквально предложила эту идею сделать, я дико поржала. Я такая, господи, что за сюр, давай сделаем. Но я, типа, относилась к этому просто по фану. Типа, это очень смешно сходить к гадалке. Чуть-чуть ссыкотно. Ну, после этого сеанса вообще не ссыкотно. День встречи с гадалкой. На самом деле, у меня есть некоторое ощущение, что, возможно, нас кинут, потому что до этого была следующая история. Утром перед походом гадалки произошла странная ситуация. Гадалка обманула и ранним звонком сообщила о том, что, оказывается, она живет совсем не там, где изначально была назначена встреча. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, моя родная, я не выживаю. Я не знаю, что вот самое. Просто вы сказали, что вы находитесь на Войковской. Это не рядом. Красногорск, это не Войковская. Это далеко. Это за Москвой, за МКАДом. Ну, да. Ну, вот. Вы об этом не предупредили, это важно. И что надо делать? Ну, я не знаю, у нас три варианта. Либо мы встретимся где-то в районе Войковской, либо мы тогда... Я не выживаю, моя злота. Я же не могу вас принять на улице посреди где-то. Это же не просто игрушка какая-то. Обычно, если есть человек в Москве, он приезжает, это в любом случае ко мне. Понимаете? Он не сидит на этом. Он приезжает ко мне, мы с ним проводим обряд. Мы встречаемся, мы с ним беседуем, потому что он в Москве находится. Да, но просто вы не предупредили, что вы не в Москве. Я же вам сказала, что Красногорск. Нет, вы сказали Войковская. Нет, вы сказали Войковская. Это рядом, я сказала. Рядом Павловская пойма, Красногорская, говорю, Войковская. Расстояние от Войковской для Красногорска примерно 20 километров. То есть это около 40-50 минут. Нет, Красногорск не говорили. Вы что вы сказали? Нет, вы сказали Войковская. И вы сказали, что... Ну хорошо, вы когда ко мне обратились, я вам сказала, что я нахожусь в Москве с Капоймой. Вы сказали, отлично. Нет, вы сказали. Значит, вы должны были посмотреть, где это находится. Но пусть вы проедете 15 минут точно. Ну не 15 минут. Просто там на машине там много дороже выходит. И мы просили с работы, чтобы вовремя у вас быть. Что вы уже сможете быть? Поперезо отъедете? Да нет, дело не в том, что... Ну, я не знаю, тогда либо онлайн нужно позаниматься будет, либо тогда сделать возврат в связь, потому что мы не рассчитывали, что это будет Красногорск. Что вы предлагаете? Что? Что вы предлагаете сделать? Я говорю, у нас два варианта. Либо позаниматься онлайн, либо сделать возврат в связь, потому что Красногорск очень далеко для нас. Что нужно сделать еще раз? Я предлагаю либо позаниматься онлайн, либо сделать возврат в связь, потому что Красногорск для нас очень далеко. Я вам два часа сделаю, например, на WhatsApp, но онлайн. Вы сядете вдвоем и будете слушать меня. Ну, в два часа мы не сможем, мы договаривались на четыре. Давайте в четыре. Я сейчас обсужу с подругой и напишу вам. Я никогда в жизни так не разговариваю с людьми, но сегодня я чувствую себя ужасно плохо. И чтобы я наорала на человека, ну, это, наверное, не знаю, раз в год такое происходит. Ужасно. Вот, в конечном итоге она такая говорит, ну, давайте по Skype проведем консультацию, если вас не устраивает. Пришлось соглашаться. Ну, как бы, мне кажется, изначально уже понятно, что это какое-то кидалово, когда тебе говорят одно, что давайте встретимся в центре, а потом оказывается, что она не в Москве даже живет. Пришлось согласиться на Skype. Как ты думаешь, она начнет вовремя? Мне кажется, нет, сто процентов. Ну, смотри, у нас до эфира это десять минут ровно. Вообще без вариантов не начнет. Она тебе не писала? Нет, конечно. Ну, я думаю, она должна, чтобы она сама написала, как ты считаешь. Таким образом, она может, в принципе, не написать, потому что мы же заплатили уже ей деньги. Я думаю, ее надо написать. Подождем, типа, знаешь, типа пять минут, 16.05. Проверим просто, типа, будет ли она вообще писать или нет. Гадалка неожиданно позвонила, когда у нас не было еще все готово. Мы сказали, что перезвоним через пару минут. Не подожди, это другая женщина на фото была. Это другая женщина просто. Она обманула на фотке. У нее фото вообще другой, там абсолютно другая женщина. Она просто другая. Но когда я не могу серьезно снимать это видео, я хотела сделать вот такая, типа, серьезно, необъяснимо, на факт. Но когда я увидела эту женщину, которая нас развела на место, на все, человеком другим является, я просто в ужасе. Это абсолютно другой человек. Там на фотках такая, типа, я повелительница, шрица тимы. А звонит такой, здравствуйте. Сколько мы за это заплатили, Леон? 4 тысячи рублей. Сейчас интересно, насколько она нас будет разводить. Ну, неудивительно, что она стала на тебя агриться. Ну, это вообще неудивительно, максимально. Пойдем. Алло? Да. Да, здравствуйте. 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 Так. А это подруга. А вот сейчас идет из туалета. Все хорошо? Меня видно, слышно, да? Да. Отлично. Вас тоже видно, слышно. Это радует. Да. Скажите, пожалуйста, сколько вам? 25. Мы с вами по телефону это еще обсуждали. Да. А подруги ваши? 24-25 будет в этом году. Ну, где ваша подруга? Сейчас. Лиз! Два тысячи. А, здрасте. Да, здравствуйте. Если вам нужна будет какая-то помощь, мне говорить об этом? И, конечно же, мне было очень интересно посмотреть, как быстро она начнет нас раскручивать, учитывая, что буквально фраза про деньги она стала вбрасывать сразу. Мы еще толком ничего не начали делать. Она такая, ну вот если вам понадобится помощь, мне же вам об этом сказать. То есть буквально с первых секунд уже стала намекать на то, что вам придется раскошелиться. Если у вас нет другого секретов, пожалуйста, да, то есть обсуждать это с третьим лицом не нужно. Когда она сказала про то, что, пожалуйста, никаким не четвертым лицам никому, я думаю, да, ну буквально просто несколько миллионов человек на ютубе как бы здравствуйте. Пожалуйста, пусть это никто не знает, ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, ни родная сестра, ни родная подруга, ни с кем вы спите, ни с кем вы, да, там, живете, неважно. То есть общение у нас идет с вами только на двоих, да, то есть как бы я вас смотрю по отдельности, по раздельности, буду смотреть. С кого начнем? С меня, наверное, давай с тебя. Первое, с чем должна столкнуться наша гадалка, она должна понять, что мы как минимум врем. Зовут вас как? Лида, я так понимаю. Не, не, это она мне сказала лис, она мне говорит лисенок, типа она меня лисой называет, а зовут меня Евгения. Так, двадцать сколько? Двадцать четыре, сейчас двадцать пять будет в июле. Многие не скречивайте, пожалуйста. Хорошо, как вы узнали? Чувствуется по карту миленькая. Евгения, 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 да, еще раз. На Евгению смотрю сейчас пока что. Хлопоты у вас, переживания, больная постель вам падает через ваш собственный интерес. Рядом с вами очень много всех людей, знакомых, подруг, да, то есть как бы мужчин даже, я скажу так. Но вы одиночествуете в своем сердце, за вашей спиной стоит тяжесть, очень сильная тяжесть. Дома вас тянет вниз, полежать, отдохнуть, посидеть. На работе вы выпрямляете крылья, вам становится легче, потому что вы целенаправленная девушка. То есть если вы хотите, если вы добились своего, значит вы хотите то, что вы вот, да, вот, если вы захотели, вы добиваетесь. Было очень забавно наблюдать за тем, как гадалка, которая должна была сходу раскусить мой злой умысел, обрастоволосилась. Она не смогла разгадать ни тайну того, что на самом деле я не гения, ни тайну того, что на самом деле я одинока. Она не смогла этого понять на раннем этапе, что же будет дальше. Но рядом с вами есть и темная полоса, женщина. Кто такая женщина, которая вам сильно завидует? Это не я. Блин, я даже не знаю, кто это может быть, какая женщина мне сильно завидует. Даже не представляю. Я много с женщинами работаю, но я просто фотограф, поэтому я даже не знаю, кто это может быть в теории. А это там непонятно, это как родственник скорее или как подруга? Это ближе к родственному, потому что рядом с вами есть, знаете, кровь, что-то вот кровяное, на которое сильно завидует. Может, сестра, может, подруга не может быть, потому что она не родная. Я дико проорала, когда она сказала мне, что у меня есть некая завистливая женщина. И я попыталась ее уточнить, потому что, может быть, как-то немножко расширить круг подозреваемых, скажем так, на несколько миллионов человек. Вэл. Но нет, она его обратно сузила и сказала, что кто-то из завистников это мой родственник, что, скорее всего, это сестра. Не знаю, по каким причинам она решила, что у меня, в принципе, есть сестра, когда сестры у меня нет. Ну, как завистливая сестра, все проблемы из-за тебя. У вас не может быть венец безбрачия, а вот венец одиночества, оно у вас есть, потому что одиночество рядом с вами на долгое время, пока вы его не снимете. Как только вы его снимете, станет легче. То есть вы, о, вот может, даже так называется это бисексуал? Не страшно на самом деле. Знаете, сейчас в наше время есть и брак с женщиной, и братья, это, брат с братом может жениться, и женщина с женщиной, сестра сестру. Это даже не обсуждается. Знаете, бывало так, что делали обряды еще и, чтобы было отношение в семейном этом, женщина с женщиной. Заболеете. Представляете, пожалуйста, хронические болезни есть у вас? Нет, хронических нет. По-женски болеете? По-женски нет, не болею. Знаете, будьте аккуратны, заболеете. С момента снятия видео прошел месяц, все еще не заболело. Попозже вы поймете, что действительно у вас есть, у вас будет принять одиночество, и одинокое вы будете на долгое-долгое время. Поэтому, что я вам скажу, Женечка, вас нужно только очищать, моя золотая, тогда вам будет легче и в работе, и в бизнесе, и вообще во всем. Но скажу я вам одно, что вам нужно только себя очищать, и как только вы себя очистите, только тогда оно станет легче. А как нужно делать это очищение? Если вы согласны на это очищение, то есть мы сегодня можем начать работу. Кто такие мы, да? То есть это мои люди, мои помощники, которые будут вас со мной очищать. Вы начнете чувствовать результат сразу, в течение двух-трех дней вы начнете его чувствовать. Мне очень понравилось, как она мой изможденный вид, но специально вот, короче, проглотила мою наживку и стала говорить, вы очень много работаете, вы не отдыхаете, вы очень усталая, ла-ла-ла-ла-ла-ла, что она вообще не спалилась, что у меня есть мужик уже много лет. Она такая, у вас есть одиночество, вы очень одинокий человек. Буквально я абсолютно не одинокий человек. Очищение будет длиться 40 дней и 40 ночей. Что касается цены, давайте мы попозже об этом обсудим, да? Давайте я посмотрю другую. Если у вас есть проблема у двоих, да, и если выпадет все то же самое, что у ваших, поответственно, я вам сделаю скидку, так как вы на двоих. Что ж, давайте проверим Лиану. Ой, я хотела сказать Марию. Мария, если я говорю одинаковые слова, не пугайтесь, хорошо? Да, конечно. Мне кажется, на самом деле у нас и будут одинаковые слова. Так, хорошо. Ну, давайте начнем с того, что хлопоты, переживания, больная постель у вас также есть, но вы заболеете и говорите сразу вам. То есть, может, это какая-то, да, просто уход, там, ну, заболеете чем-то. Скажите, пожалуйста, что за мужчина рядом с вами, через которого вы очень сильно переживаете? Почему он, как бы, может, он вас как-то обидел, может, он как-то вас что-то вот, знаете, может, поругались, может, он на вас внимания не получил. Ну, вот мы встречались, мы встречались два года с Петей, и мы расстались буквально три года назад, и я до сих пор не могу его забыть, и никого не могу найти, и вообще не понимаю. То есть, он уже давно там с новой девушкой, у него там уже отношения, он целый год в отношениях, а я не могу, то есть, я знакомлюсь с парнями, и ничего не получается. То есть, я три года уже, ну, ни у кого не могу себе найти. Сказать честно, я ни в коем случае не хочу, да, то есть, как бы у вас, у вас та же карта выпала, что и у вашей подруги, то есть, у вас венец одиночества. Хорошо, у нас будет скидка. Я просто в восторге от всего, что происходило, от того, когда я сказала, что у меня есть Петя, с которым мы два года встречались, абсолютно выдуманная история, никогда никаких петь не было в моей жизни. И она говорит, это твоя судьба, это твоя судьба, я чувствую, это твоя судьба, мы начинаем развивать про то, что он меня бил. Петя, потому что он прям рядом с вами, вот, то ли он думает о вас, вообще, я бы сказала честно, за него нужно побороться. За Петю? Да, вообще нужно за него. Ой, Петя был ужасный. Вы боролись за него, я не знаю, каким образом у вас идет отношение, да, я думаю, не могу найти. Вообще, сказать честно, он вам подходит по судье, и вообще вы, как бы, пары должны быть. Я отыгрываю женщину, которая оправдывает мужчину, который ее бьет. Никогда, кстати, не делайте, не оправдывайте того, кто вас бьет. Лиса начинает наседать, как настоящая подруга, да он тебя бил, он тебя бил. Он не руку поднял, он тебя бил, он регулярно тебя бил, он постоянно бухал, приходил, и потом срывался. Я сама тоже нарывалась его, можно понять? Хватит, нет, это не так, он просто постоянно приходил, но он, типа, с друзьями тусил, со своими пил, и приходил, и если что-то ему не нравилось, то, например, она не убралась, он мог ее вот прям вот, ну, ударить мог ее. Вообще, брось, не думай о нем. И она такая, ну, если он вас бил, мы можем это исправить. Мы все исправим, я вам по секрету скажу, исправить можно все. Если вы хотите быть с ним, да, вот я сейчас у Марии спрашиваю вот прямо, точно, четко, да, чтобы я понимала, вы хотите быть с ним, его читаешь, ему делаешь, чтобы он, да, открываешь дорогу к себе, он сам приходит, он меняется, и руки прекрасны, ну, речи о рукоприкладстве и быть не должно быть. Такое бывает, то есть можно сделать так, чтобы человек, который бил, перестанет поднимать руку? Я вам расскажу секрет, можно все, что угодно сделать. Ох, понятно. А потом она такая, нет, знаете, я передумала, мы не будем его возвращать, человек все-таки бил, это характер, как будто бы, то есть уже резко это стало исправить, потому что это характер. Отпустите его, потому что он не нравится, вот там идет речь о рукоприкладстве, конечно, это не очень хорошая черта в мужчине, да, прислушайтесь ко мне, потому что через мои пальцы и через мои карты было около трех миллионов людей, да, то есть за... 4 года. Обалдеть. А вот чтобы вы вот тратили денежку на него и он потом, не дай бог, как-то, да, там, рукоприкладство, не рукоприкладство, все-таки это характер, это такой тип мужчин, я все-таки не одабриваю этот тип мужчин, поэтому бороться я за него для вас не буду. То ли он думает о вас, вообще, я бы сказала честно, за него нужно побороться. Я хотела спросить, это очень странный будет вопрос, и Женя сейчас будет ржать, наверное, но я не считаю это смешным. Я, когда, ну, я люблю петь, несмотря на то, что прошло уже три года, как мы не вместе, и я смотрела различные варианты приворота, и я смотрела приворот на карасе. Я видела много отзывов об этом на карасе. Пожалуйста, остановись, но не позорься. Я не вижу в этом ничего смешного, я не считаю, что это смешно. Я видела много отзывов, где девушки пишут, что это работает, и что... Оля, не позорься. Просто реально ли это или нет? Да. Вы не слышали? Если вы не знаете про приворот на карасе, то просто если вы сейчас кушаете, уберите вообще всю еду и все напитки, потому что каждый раз, когда я рассказываю друзьям про приворот на карасе, реакция у всех одна. Поэтому я вас предупредила. Я рассказывала Леане, как раз перед тем, как мы выпускали это видео, я ей показала, что такое приворот на карасе, вот, чтобы она это прозвучила. Собственно, посвящаю вас. Ребята, все еще предупреждаю оберить еду. Ну, что ж, давайте посмотрим про это. Лечная рыба – наше богатство. Нет, это не то. Ну, вот приворот. Приворот рыбам погибнет. Господи Иисусе, зачем? Зачем не надо так? Я создала на встрече, так как не могу это написать своей сыной. Девочки, не ржите, а помогите советам, что я знаю, что полная дура. Ну, что только не сделать, чтобы спасти семью. Муж погуливает сильно. Я это точно знаю. И решилась на крайние меры сделать приворот. Нашла сегодня приворот с рыбой. Он звучит так. Надо на рынке купить небольшую рыбу, живую. Прийти домой, сказать некие слова, засунуть ее в вагину. Дай там ей умереть. Потом достать, пожарить и накормить мужа. Мне кажется, человек, который узнает, что его накормили рыбой из вагины, никогда в жизни больше не будет. Девушки. Все карасеи, всех животных, все просто забыли. Просто вот напрочь забыли. Все вот эти живности. Вот эту вот лягушку, может, надо было еще спарить вместе. Нет, там просто девушки, они брали... Но это не смешно, серьезно. Это очень плохо. Прямо и сразу, значит, послушайте мне, пожалуйста. То есть, приворот на карасе, такое вообще не может быть вообще. Это могут нам писать. Просто девушки запикивали себе туда карася и буквально умерщвляли его. Я сейчас умерла сама, ты меня вошла. Я не хочу, я просто... Ну, в один момент я настолько отчаялась, что я, мне кажется, уже была готова что угодно попробовать. Но я не собиралась это делать. Просто вообще существует, и ты такой, нет, да хватит ржать надо мной. Нет, такого нету. Зачем караси, если есть более действенный метод? Внимание, все еще не надо есть. В интернете самое интересное, самое правильное. Когда женщины берут себе месячный, делают себе еду ему, и они начинают его пихать, грубо говоря, вот этими месячными своими, чтобы он прям любил. Послушайте, на самом деле есть какой-то эффект от этих месячных, через какое-то время, через месяц, через два, через три. Вот этот мужчина, который ел месячные женщины... Короче, мы поняли, что существует очень много разных там всяких приворотов мерзких. Давайте дальше, что сейчас реально уже стошнит от всего этого. Здесь перебивает всю карту, я даже боюсь вам ее показывать, так как вы молодые, я не знаю, можно вам доверять или нет, но я должна вам довериться. Вообще, при таких картах, да, то есть, как бы, что такое? Ну, то есть, как бы, люди сходят в сумму. Может, у вас кто-то болит сейчас? Может, у вас кто-то в казенном доме находится? Нет. Ну, я так не хотела, конечно, про это говорить, но у меня младший брат в СИЗО сейчас, вот. Ага, почему молчите? Я же говорю, кто-то есть у вас? Вы говорите, нет. У меня нет братьев родных, и у меня, оказывается, родной брат сидит, и это потрясающе просто. Она сказала сначала, я тебе сразу скажу, у тебя брат выйдет. Я такая, класс. Я просто, очень больная для меня тема, очень сложная. Я думала, что... Он выйдет домой. Можно обойти ее как-то. Он выйдет, да? Вы ее не обойдете со стороны. Я и не думаю, блядь, что он выйдет, но он... А за что вы его посадили? Он изнасиловал девушку, и пусть сидит. Я не хочу вообще об этом говорить, потому что для меня это просто ужасно. Я вообще не представляю, как можно, блядь, рядом с таким человеком, буквально. Стоп, 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 стоп. Просто, вот, я не хочу вообще никакого родства иметь. Потом я рассказала, что сделала брат, а она такая, ну да, он, конечно, будет сидеть. Брат будет сидеть. Когда мы подошли к тому, что она нас разводит, нам было очень грустно. Как же так, гадалка и разводит? Гадалки не должны разводить, они должны помогать людям. Но она развела. А вот это вот, если не скорректировать, то есть, если не сделать очищение, то, скорее всего, ну, тяжело, да, будет? То есть, это, ну, вы прям советуете это сделать? Ну, я с вами могу даже поспорить, я вам скажу прямо, я могу даже с вами поспорить. Не-не, я вам верю, я пришла, потому что я вам верю. Я вам скажу прямо, я могу поспорить с вами, потому что я уверена в своих картах. И такие, как у тех, которые на вокзале стоят, понимаете? Я принимаю с 7 лет и буду принимать до конца своей жизни. Я знаю толк в своих обрядах и в своих картах. Если они мне сказали, что нужно очищение, значит, нужно очищение. Кто хочет, да, он начинает сразу, ну, не думает, не говорит, Кирик, я подумаю. Кто хочет, он говорит, Кир, я согласна, я сейчас делаю, да, то есть, они очищают себя и все. Но если кто говорит, я подумаю, я говорю сразу, я не допущу, чтобы мой клиент думал, понимаете? То есть, если он хочет, я его, грубо говоря, заставляю. Если он жалеет на себя и говорит, Кир, я нет, я подумаю, вот это дорого. Хотя на самом деле, да, вы можете пойти в магазин и скупиться, найти. Просто будете смотреть на эти тряпки, которые вы купите, а вы себя очистите в это время. Понимаете? Понимаете? Да. В какой-то момент мне уже стало просто очень интересно и понести какой-то бред, поэтому я приняла более вот такую вот злобную позу, взгляд из-подолба, в общем, все, что я делала в змеи и выдала. Я сатанистка. Может ли это как-то повредить нашим ритуалам? И ответ, что я монастырский хранитель, вот это вот, что-то там такое, свечи, Господи, помилуй, Господи, помолимся, было очень смешно. Бывает послушать, то, что она не втыкает в такая библия лавы, что-то вообще такое, хожу ли я на кладбище, тусую, если я там вообще что я делаю, жгу ли я людей, нет. Было смешно. Я сразу извиняюсь, если этот вопрос глупо прозвучит, но я думаю, вы много раз, вы с многими людьми работали, многое слышали. А вот если я, например, сатанистка, это ничего страшного или это, ну, проблема? Ну, не то, что я хожу на кладбище, я этого не делаю, ну, типа, я просто сатанистка, не сектантка. А в каком смысле сатанистка? Можете объяснить мне? Ну вот, есть библия лавея, вот мне нравятся ее постулаты. Чего вам нравятся? Дикий восторг, что человек, который в этом работает, даже не выкупает, что такое сатанизм и что такое за библия лавея. Помочь все равно можно, несмотря на то, что она в это не верит, да? Да, это не проблема. А, ну, просто я вижу, что, ну, она страдает, и я, ну, хочу помочь подруге, я не могу просто так это оставить, чтобы она ходила с венцом одиночества и... Вас тянет вниз, у вас усталость, вы хотите полежать, отдохнуть, как-то, да, вот в одеяло скрутиться. Ну, она очень апатичная, это правда. Ну, да, ну, у меня как будто вот есть энергия только, когда я работаю, а так я даже, ну, редко с кем-то вижу, что я с друзьями, например, никогда не гуляю, потому что, ну, я вот реально дома скорее полежу. Спасибо, что я вам сказала, что в вашей спине стоит тяжесть. Дома вас тянет миш полежать, отдохнуть, посидеть. Большой, огромный крест, вы его не видите, он прозрачный, но вы его чувствуете. Я вас буду очищать, говорю сразу, я вас буду выливать на олове, Евгению. Я буду покупать медь, я буду выливать на олове, то есть, если она не верит, пожалуйста, это ее право, и, соответственно, я буду подходить к человеку так, как ему удобно. Вот это вот ее реакция, типа, ну, я буду работать с вами по-другому, типа, обязательно все равно принесите мне деньги, это противоречит мне, но я найду методы, чтобы поработать и с вами, моя хорошая, злобная девочка. Дальше фраза о том, что она сразу поняла, что я какой-то такой неотчел, было мега забавно, потому что, когда я это проанонсировала, буквально через минуту, она такая, я не хотела вам это говорить, но я все-таки скажу, потому что я просто думала, вы обидитесь. Вот когда Мария зашла, она сразу такая, ангел, а вы, ну, вот, ну, видно, да, конечно, по-бандалу. Ну, вообще, сказать честно, я когда вы сели, да, вдвоем, я, ну, хотела вам сказать, думаю, ладно, не буду говорить, зачем обижать. Ну, сразу видно, что две стороны, это вот Мария у нас такой, ангел-ангел, да, то есть здесь у нас сидит человек, который, да, вот, ну, не верит. Но я не хотела обижать, не хотела говорить ничего, думаю, ладно, промолчу. Это вот самый важный вопрос, собственно, на который ты меня и уломала. Да, она очень хочет детей, и, ну, рассказывай, сколько ты хочешь. Ну, я бы хотела двух детей хотя бы для начала. У тебя будут двое детей, первое будет 3-4, второе будет мальчик. Ой, так и хотела. Это будет в течение 3-4 лет. О-о-о. Можешь даже быстрее, в течение, то есть до 3-4 лет у тебя будут вот эти вот дети. Я думаю, все, кто меня смотрит, знают, что я убежденный child-free. Yes. Вот. И когда она такая, с уверенностью сказала, два ребенка будет, я такая, да, это то ради чего я действительно к тебе пришла. Вообще, на самом деле, конечно, это полная дичь, как она стала резко переодеваться, когда в самом начале она такая, ну, я вижу, что вы белюбознательны. И я такая, безусловно, буквально я, которая специально создала этот образ, чтобы она наверняка поняла, что я белюбознательно. Младший ребенок, у тебя будет чуть-чуть болеть, чуть-чуть. Но если очиститься, болеть не будет. Если я вам говорю, нужно очиститься, значит, очиститься нужно. Значит, каждый, говорю прямо, говорю не скрывая, то есть, если мы делаем очищение, значит, мы начинаем очищение. Двум подругам я делаю одинаковые обряды, чтобы не было обидно ни одной и ни второй, да, там, а вот тебе сделали. Чтобы не было потом между вами таких скандалов, неприятностей. Значит, я делаю очищение как? Аня, насколько? Да, что касается стоимости, значит, в обычные дни, в обычные, в обычные дни, в обычные, вообще все, 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 все. Стоит каждая женщина, да, то есть, если вы были бы одна, я бы вам сказала, 38 тысяч стоит одна женщина. Так, по сдвое я делаю сразу скидку, а то есть, да, то есть, как бы по 30 тысяч каждая женщина. По 30 тысяч за каждую. Да, по 30 тысяч за каждую я иду просто вам на уступки и делаю вам в подарок от себя по два амулета. Слушай, когда Лиса мне сказала, что, типа, приворот это очень дорого, это тысяч 20-15, как это нет. Сейчас она у нас будет разводить на то, что, типа, там и снять, у тебя нет без брача, стоит 25 тысяч рублей, типа, заложить квартиру, продать машину, ну, то есть, такие вещи. Ага, я, в плане, не то, что до ней, я не подозревала даже, что это вообще стоит отдельных денег, я думаю, это делают прям на сеансе сразу. Да, 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 это вот то, что ты заплатила за это по 4 куска, это буквально то, что вот с тобой пообщались, и сказали, что тебе нужна услуга подороже. Какая жесть. У меня просто сейчас тупо денег нет, ну, то есть, серии 38, даже 30 тысяч у меня сейчас нет, надо подумать, где я могу их взять. Так-то я не против, но... Я вообще не против, я за. Надо просто подумать, где взять денег в ближайшее время. Я просто слышала, бывают микрозаймы, я не знаю, может быть, нам, как вы думаете, может быть, нам взять микрозаймы. Я скажу так, то есть, значит, к чему мы все-таки приведем друг друга, да, то есть, как бы, если вы согласны на очищение, делайте первый взнос. Ага, я просто вообще... То есть, одна и другая, то есть, это вам решать. Делайте первый взнос. А сколько первый взнос? Сколько вы можете. То есть, если вы можете, например, да, там, то есть, как бы, если можете, по 15 тысяч каждый, так, ну, или по 10 тысяч каждый, то есть, или по 5, по 7 тысяч, как у кого как. Только, чтобы это было одинаково. То есть, у одной столько, значит, у другой столько, так как вы вдвоем. Ну, и, соответственно, мне нужны данные, фотографии ваши, имя, фамилия, отчество, дата рождения ваших фотографий. Ну, и, конечно же, мне нужен Евгений номер, чтобы я с ней как-то... Да, ну, да, личный мой контакт. Я после связи, да, свяжемся. Я просто не хочется переводить, как бы, часть, потому что, ну, если мы будем, да, если мы хотим, то нужно брать, мне кажется, микрозайм, потому что... Ну, я думаю, да, что правильнее, наверное, сразу как-то деньги найти, чтобы потом уже об этом подумать, чтобы вы тоже спокойнее были. Да, чтобы не переживать, что мы вам не заплатим, мне кажется. Я ненавижу, когда у нас... Вы платите, вы платите только за свечи, вы платите только за обряды. Как только вы начнете чувствовать результаты, вам становится лень, я к чему с вами на связи. Естественно, уже по результату там вы уже будете благодарить лично меня. Но сейчас я ничего не беру себе в карман, не говорю вам, да, там, то есть вы мне платите, все, давай мне, я буду работать. Нет. Если вы не знаете, как проводятся ритуалы, то она тоже не знает. Главным образом вы ничего не будете видеть. Вы получите подвеску с Алиэкспресс, вот, с крестом и котом, для сатанистов версия. Правда, крест не перевернутый, но это другая история. И вы получите свечку. Ну, курьером вам ее не отправят, вы должны сами за ней приехать, потому что, ну, что, еще курьера оплачивать, что ли? Вдруг он, ну, себе эту свечу драгоценную буквально заберет. Еще мне очень понравилась ее фраза, когда она стала нас убеждать о том, что деньги это не ей, если мы захотим ее отблагодарить, это будет обсуждаться отдельно, а деньги на, так сказать, расходники, то есть на кулон с Алика и на свечу. Давайте посмотрим, сколько стоит кулон с Алика и свеча. Ну, в общем, недорого, не 60 тысяч. На самом деле, не иронично, но я знаю очень много случаев, когда люди относили огромное количество своих денег, чтобы, возможно, дать вам тарологам, астрологам, вот этой вот всей фигне, я вообще не извиняюсь, но нет, ладно, я не извиняюсь, я не буду брать. А можно последний вопрос? А, просто ты мне фотки показывал, там был другой человек, ну, в Инстаграме. А вам нельзя, да, настоящие фотки выкладывать? Ну, я просто не разбираюсь в этом. В смысле? Ну, у вас в Инстаграме другая девушка на фотографиях, нет? Как другая девушка? Это вы, да? А, это вы, все, поняла, вопрос, что это нет. Я просто подумала, может быть, нельзя выкладывать свои фотографии. Нет, я реально, ну, типа, мне Лена, когда показывала ее фотки, я такая, боже, да это вообще другой чел, когда включилась камера, поэтому в самом начале видео вы буквально видели мою реакцию. Ну, я не знаю, как себя так фотошипить, ребят, я, конечно, не эксперт, но вы можете зайти в мой Инстаграм. Зайди в мой Инстаграм. Тебе это обязательно нужно, тебе это очистит твою пленную душу, никогда не будешь одна. Мне написала гадалка только что! Что происходит? Что она хочет от тебя? Две Евгении и две Марии. Чего? Что это такое? Это фотки из интернета, это скрин фотографии из интернета. О, господи, как крипово. Что это? Она скинула нам какие-то фаллические формы. Колдуны и гадалки прекрасные психологи. И мне очень интересно узнать, найдем ли мы однажды ту гадалку или того астролога, который будет не нести абсолютнейший бред. У меня для этой рубрики крайне много идей, и каждая из них будет одна лучше другой. Поэтому подписывайся на мой замечательный канал, делай тык, включай себе уведомления о публикациях, а мы начинаем.